Друзья, приветствую всех! Мы начинаем серию новых разборов на турнире SEA 120. Я лишь напомню, что состоится он уже в эту пятницу, 26 марта. Если я не ошибаюсь, турнир стартует в 18.00 по московскому времени. И в сегодняшнем выпуске мы разберем сразу же два главных поединка. Естественно, по совместительству они являются чемпионскими. Первая пара это Магомед Бибулатов против Даниэля Де Альмейды. И второй пара, о котором мы поговорим, также является чемпионским. Кстати, Филиппо Фрой встретится против Магомеда Расула Хазбулаева. В общем, как всегда, мы поговорим о бойцах, пробежимся и по их бойцовским карьерам. Ну и, конечно же, в конце этого выпуска подыщем неплохой вариант для ставки. Да, кстати, что касается ставок, ребят, то ссылку на свой телеграм-канал я оставлю в описании под этим выпуском. Обязательно туда заходите, так как в своем телеграм-канале в бесплатном доступе я публикую все скриншоты своих ставок. Кстати, на этот турнир России я планирую публиковать три бесплатные ставки, поэтому, чтобы их не пропустить, обязательно подписывайтесь по ссылке в описании на мой телеграм-канал. Ну а мы начинаем разбор, погнали! И начинаем мы этот разбор с первой пары. Это Филиппо Фройс против Магомеда Расула Хазбулаева. Хазбулаев, в принципе, за свою профессиональную карьеру бился во многих региональных российских промоушенах. Это было и Лига С-70, и М1 Глобал, и также бился под баннером организации Pro FC. В какой-то момент в своей профессиональной карьере решил он попробовать себя в американской организации Беллатор. Там смог стать победителем Гран-при. Но, честно говоря, я не знаю, что там случилось. В общем, приехал он сюда, вернулся на родину, да, и уже продолжил выступать именно в России. В общем-то, был подписан в организацию ACB. Там провел один поединок, выиграл его, после чего был подписан в организацию WFCA. В принципе, скажу, что добрался он до чемпионского, до претендентского, точнее, поединка. Да, вышел он тогда против Саломана Жамалдаева и тому проиграл. Причем дважды он проиграл Саломану Жамалдаеву. В общем-то, сейчас выступает организация ACA. Идет на серии из четырех побед подряд. В своем крайнем поединке он победил грузинского бойца Ливана Макашвили. Кстати, по совместительству, это бывший боец UFC. В принципе, можно сказать, да, что боец из Грузии дал очень конкурентный поединок. Но Магомед Рассул Хасбуллаев просто был лучше в этот вечер. Тем самым одержал уверенную победу. Что касается его бойцовских качеств. Здесь тут подчеркнуть, что является он чемпионом России мира по-боевому самбо. Он прекрасно чувствует себя абсолютно во всех аспектах. Будь то ударная техника, борьба. В принципе, есть определенные проблемы у него в кардио. Если поединок носит темп такой высокий, да, то в принципе уже где-то, скажем так, к третьему раунду открываются у него определенные проблемы. Но, как я заметил, не во всех боях. Я думаю, что это может быть ключом как раз таки. А переходим к его сопернику. Это бразилец Филиппо Фройс. Его профессиональную карьеру он начал в организации Шута Бразил. После чего перебрался к нам сюда, в Россию. Начал выступать под баннером организации WFCA. Дошел, кстати, до чемпионского, до претендентского поединка. За чемпионский пояс вышел он против нашего, да, российского спортсмена Салмана Жумалбаева. И раздельным решением судей тому проиграл. В общем-то, в следующем поединке он также проиграл нашему соотечественнику. После этого был подписан в организацию ACA. Сейчас WFCA идет на серии с четырех побед подряд. Просто переезжает своих соперников. Кстати, встретился он против Салмана Жумалбаева. Естественно, промоушен ACA посчитали, что надо предоставить бойцам реванш. И, в принципе, мы знаем все, да, что Филиппо Фройс проявил себя намного лучше, чем наш соотечественник. И тем самым чемпионский пояс организации ACA уже примерил на своей талии. В принципе, крайний свой поединок он провел против Марата Балаева. Ну, мы все прекрасно помним, чем это закончилось. Да, Фройс дал Марату Балаеву поработать. В принципе, Марат так подзакислился, подустал. Наверное, скорее всего, это из-за возраста. И уже в третьем раунде Фройс смог финишировать техническим нокаутом Балаева. Что касается бойцовских качеств Фройса, то также могу назвать его сбалансированным бойцом. Это обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В стойке чувствует себя максимально комфортно. Бьет со всех углов, со всех позиций. Миксует удары как с рук, так и с ног. Что касается его кардио, ребят, то, наверное, это его главное оружие. Он максимальный темповик, да, постоянно идет вперед. Работает максимально, скажем так, в энергозатратном режиме, в очень высоком темпе. И от раунда к раунду только набирает. Что касается моего прогноза на этот поединок, ребят, то в клетке встречаются два действительно конкурентных спортсмена, которые покажут нам сумасшедший поединок. Я больше чем уверен в этом. Поэтому, в принципе, здесь я считаю, что надежная ставка, это, естественно, ставка на тотал больше по раундам. То есть, например, тотал больше двух с половиной раундов. Я считаю, что бойцы, если оформят сфиниш, то он будет уже в более поздних раундах. И также думаю, что на риск можно забрать тотал больше трех с половиной раундов. Что касается выбора победителя, то здесь такая немножко двоякая ситуация, потому что Фройс, это боец, который, в принципе, сейчас имеет один поединок по контракту с лигой ASEA. И в случае, если он станет чемпионом, будет ли он продлевать контракт, либо попробует уже подписаться в сильнейший промоушен мира в UFC, остается лишь только года. С другой стороны, у нас есть Хазбулаев, который, в принципе, сейчас замотивирован как никогда, да, потому что, что в лиге WSEA у него чуть-чуть ему совсем не хватило, чтобы стать чемпионом этой организации, что сейчас ему предоставился такой шанс. Конечно, он уже возрастной боец, да, и кто-то говорит, что, возможно, он уже поднаелся, но одинок будет максимально конкурентный. И небольшое преимущество я дам на сторону бразильца как раз-таки из-за его функционала, потрясающего, напомню, функционала, да, он в четвертом-пятом раунде чувствует себя максимально превосходно. Он только может, как я уже говорил, да, добавить газку, и, в принципе, если разбирать конкретно по, скажем так, стойка, да, то, в принципе, я считаю, что бразилец ничем не уступает стойке. Он прекрасный ударник, и не этому он уже нам не раз, да, демонстрировал. Да, в борьбе можно создать ему проблемы, но, в принципе, как я уже и сказал, да, он может дать своему сопернику побороться, подизмотаться и в стойке начать уже хорошо исполнять. Мы помним, что тот же самый Салман Жемалдаев там первым во втором раунде переводил бразильца, но после того, как, естественно, темп поединка был высокий, уже третий-четвертый раунд, там уже у Жемалдаева, да, были не такие удачные попытки пейкдаунов, я думаю, что здесь будет примерно так же. В принципе, я считаю, что как раз-таки решающим фактором, скорее всего, в этом противостоянии будет функционал, который я даю на сторону как раз-таки бразильского спортсмена. Поэтому, да, ребят, мой выбор – это победа Филиппа Фройса. Переходим мы к следующему разбору. Даниэль де Альмейда против Магомеда Бибулатова. Бибулатов в какой-то определенный момент в России у нас здесь выступал, действительно показывал сумасшедший результат и уже в качестве непобежденного спортсмена дебютировал в сильнейшей промоушен мира в UFC, естественно. В принципе, в дебюте он смог одержать яркую победу, после этого два поражения, причем крайний поединок максимально спорный против Бонтарина, и там раздельным решением судей отдали бразильцу победу. В общем-то, Бибулатов вернулся к там обратно, на родину, скажем так, да, подписался в лигу. ACA провел там три поединка и во всех трех боях одержал победы, причем досрочные. Крайний свой поединок он провел против бразильца, который он нокаутировал с вертушки, там был вообще просто сумасшедший накал. В общем-то, что касается его бойцовских качеств, борьба, ударная техника, кардио, все находится на высоте этого спортсмена. Естественно, мне кажется, что UFC немножко, скажем так, возможно, он был им не нужен, возможно, неинтересен, да, но, как мы видим здесь, он выступает в России, показывает просто сумасшедшие результаты. Что касается его кардио, то мы все прекрасно знаем, что в высоком темпе он может отработать и три, и четыре, я думаю, даже и пять раундов, и никаких вопросов с этим быть не может. Что касается его соперника, да, Даниэль де Альмейда после того, как дебютировал в UFC, также идет на прекрасной победной серии, а именно четыре боя подряд, в принципе, в крайнем своем поединке, да, встретился он против Абдул-Рахмана Дудаева, тогда он шел крупным таким андердогом, коэффициент на его победу был 3.80, кстати, я давал ставочку у себя в Телеграме на этот поединок, и тогда я газовал за бразильцей. Мы все прекрасно помним, де Альмейда, да, нокаутировал Абдул-Рахмана Дудаева. Также бился, кстати, в UFC с Шамилем Шахбулатовым, также его, кстати, выиграл, но тогда Шамиль, если я не ошибаюсь, да, приболел, чувствовал себя плохо, сам он уже в послематчевом интервью об этом сообщил. В общем, что касается бойцовских качеств бразильца, нельзя назвать его каким-то сумасшедшим ударником или крутым борцом, да, в принципе, он умеет все и побороться, и в стойке поработать. Единственное, в чем кроется его опасность, это в его мощи, мы все прекрасно о этом знаем, мы все прекрасно помним это, да, что даже Абдул-Рахман Дудаев, в принципе, в стойке перестрелил бразильца, но в какой-то определенный момент наткнулся на то самое жесткое колено по корпусу, и тем самым, скажем так, поединок закончился досрочно. В общем-то, здесь, в этом поединке я за Магомеда Бибулатова, я считаю, что у него есть все шансы, чтобы победить, самое главное, ему быть всегда на чеку внимательным, быть аккуратным, бразильец в любой момент может выкинуть, скажем так, устрашающий удар, да, и нокаутировать своего соперника, поэтому здесь осторожность, осторожность, а так, я думаю, что, в принципе, в стойке, на скорости он смело может перебивать бразильца, и я думаю, что ему под силом стать чемпионом организации ASEA. В общем-то, да, друзья, вот такое вот у меня мнение касательно этих двух поединков, естественно, вы можете быть со мной не согласны, поэтому комментарии открыты, как всегда, погнали обсуждать эти поединки именно там, я же вам напоминаю, чтобы не забывали подписываться на мой YouTube-канал, также, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому что на ASEA я планирую опубликовать еще два прогноза, и в каждом из этих двух видео, да, будет по два разбора, поэтому, чтобы их не пропустить, обязательно прожимайте колокольчик, но у меня на сегодня все, я вынужден. С вами попрощаться, всем пока, и хорошего дня.